Дорогие друзья, меня зовут Юрий Николаев и я директор по продажам Bittrex24. Я открываю учебный курс по CRM-маркетингу. И этот курс будет полезен для вас в одном из трех случаев. Первое. Ваша компания является агентством CRM-маркетинга. В последнее время на рынке появляется все больше и больше фирм, которые называются именно так. И если вы специалист такой компании, то курс по CRM-маркетингу поможет вам повысить вашу квалификацию. Второе. Ваша компания является партнером Bittrex24 и хочет оказывать своим клиентам больше услуг. CRM-маркетинг является одной из перспективных услуг и ваши сотрудники смогут лучше разобраться в том, какие функциональные возможности Bittrex24 помогут вашим клиентам повысить эффективность своих продаж. И наконец третье. Самая широкая аудитория. Это компании, которые будут работать с CRM-маркетингом самостоятельно. Не важно, чем занимается ваше предприятие. Самое главное, что у вас есть клиентская база. CRM-маркетинг – это инструменты, которые помогут вам повысить эффективность процессов продаж и маркетинга по работе с клиентской базой. Я желаю, чтобы этот курс принес вам как можно больше пользы. Итак, давайте начнем. Для начала давайте ответим сами себе на вопрос, зачем вообще нужен CRM-маркетинг. Я хочу поделиться результатами одного исследования, которое в свое время просто шокировало меня. Очень многие компании рано или поздно теряют своих клиентов. По понятным причинам люди перестают что-то заказывать у вас, возможно уходят к конкурентам, возможно просто перестают пользоваться этими товарами или услугами. И до того, как я познакомился с этими результатами, у меня тоже была иллюзия, что в основном, конечно, уходят к конкурентам заказчики. Почему они так делают? Наверное, потому что конкуренты предлагают дешевле или может быть намного лучше, вот что-то в этом роде. Однако результаты этого американского исследования показали совсем другую картину. 62% клиентов, которые уходят от своего поставщика, меняют его не из-за того, что конкурент предложил более выгодную цену, а потому что ощутили недостаток заботы или внимания по отношению к себе. И только около 20%, на самом деле даже меньше, по-моему 18%, переходят от одного продавца к другому, потому что второй предложил более выгодные условия. Еще около 20% просто прекращают пользоваться товарами. Друзья, вдумайтесь, люди уходят от своих поставщиков именно из-за того, что им недостаточно оказывали внимания. Они не чувствовали, что они важны для этой компании. И именно CRM-маркетинг решает эту проблему. Смотрите, есть еще одна интересная статистика. В среднем, каждая компания для привлечения нового клиента делает в течение года около 7 касаний. Это могут быть реклама, телефонные звонки, смс, любые другие инструменты, которые позволяют коммуницировать со своими будущими клиентами. В то же время, такая же среднестатистическая компания в течение года меньше двух раз общается со своим существующим клиентом. И это именно та причина, почему заказчики меняют компанию, с которой работали. И это именно то, что может для вас сделать CRM-маркетинг. Повысить не только частоту, но и эффективность касаний с клиентами. В этом курсе будет несколько видеоуроков, которые покажут вам все инструменты по работе с клиентской базой. А я лишь хочу охарактеризовать CRM-маркетинг словами очень известного автора средневековья Никола Маккиавелли, который в своей книге «Государь» написал «Разделяй и властвуй». Именно об этом мы поговорим с вами. О том, как разделять, властвовать и, добавлю еще один важный момент, анализировать. Пункт первый. Разделяй. Или, говоря языком CRM-маркетинга, сегментируй. Вы прослушаете уроки о том, каким образом разбить вашу клиентскую базу на определенные сегменты. Сегмент – это часть клиентской базы, которую вы можете охарактеризовать по определенному признаку. Например, мужчины или женщины. Или сегмент взрослых людей, пожилых людей и молодых людей. Или сегмент тех, кто покупал у вас, и сегмент тех, кто никогда не покупал у вас. Давайте просто приведу пример. Когда-то, определенное время назад, когда Uber заходил на российский рынок, эта компания часто предоставляла своим клиентам специальные промокоды. Я начал пользоваться Uber, подключил свою жену. Я ездил часто, жена ездила редко. Однажды, после Нового года, моя жена получила от Uber прекрасный промокод, в котором было написано, что она может пользоваться поездками этой компании на протяжении ближайших двух недель со скидкой 50%. Ура, подумал я, я тоже получу такой хороший промокод, но не получил. Как вы думаете, почему? Смотрите, Uber очень правильно выделил сегменты тех, кто ездит часто, и их не нужно стимулировать дополнительными скидками. И сегмент тех, кто ездит редко, и в них нужно было выработать привычку ездить часто. Этот промокод для этого как раз и был предназначен. Однако, не буду сильно хвалить компанию Uber, в моей практике был смешной эпизод, когда сегменты перепутали. И это тоже важно понимать. Я получил письмо по электронной почте. Уважаемый Юрий, мы хотим обрадовать вас новостью, что в ближайшие четверг и пятницу в таких-то районах города будут действовать повышенные коэффициенты 2,5 или 3. Выезжайте и зарабатывайте больше. Это звучало прекрасно, но вот в чем загвоздка. Я никогда не был водителем Uber и не планировал зарабатывать вместе с ними. Я планировал ездить вместе с ними. К сожалению, маркетолог этой компании перепутал сегменты и отправил письмо, предназначенное водителем такси, пассажиром такси. Так делать ни в коем случае нельзя. И во время учебного курса вы тоже поймете, как правильно взаимодействовать с сегментами. И вторая часть – властвуй. Это о тех инструментах CRM-маркетинга, которые позволяют касаться клиентов чаще, оказывать им ту самую заботу, которой им, возможно, недостает, и из-за отсутствия которой они, возможно, могут уйти. Мы поговорим про e-mail-маркетинг, SMS-маркетинг, голосовые обзвоны, либо общение с клиентами в социальных сетях и мессенджерах. И каждый из этих инструментов может существенно повысить эффективность продаж и маркетинга. Что же вы получите на выходе после прохождения этого курса? Друзья, я думаю, что вы сможете лучше оценить один из важнейших показателей бизнеса, который называется LTV или Lifetime Value – пожизненная ценность клиента. Именно этот показатель ставится во главу угла у большинства успешных компаний, чьи бизнес-модели позволяют зарабатывать очень много. Я могу привести пример компании Apple. Смотрите, эта фирма не стремится к тому, чтобы ее клиентами стали абсолютно все жители планеты Земля. Ведь правда? Есть бренды и компании, чьи телефоны или ноутбуки покупают гораздо чаще. Однако именно Apple является одной из крупнейших в мире по капитализации компаний. И если клиент начинает пользоваться техникой Apple, например, я один из таких клиентов, допустим, покупает телефон, то потом со временем он покупает ноутбук, часы, беспроводные наушники, много-много другого. CRM-маркетинг – это то, что позволяет Apple и многим другим эффективным компаниям повышать не только свою ценность на фондовом рынке, но и свою прибыль, свои доходы, ну, в общем-то, делать счастливыми ее акционеров. Друзья, я желаю, чтобы этот курс по CRM-маркетингу сделал вашу компанию преуспевающей.